Добрый вечер! Вы смотрите программу «За чертой». Меня зовут Ольга Коростелёва и в ближайшие 20 минут я расскажу вам о самых резонансных событиях уходящей семидневки. В Богодухове молодой парень забил до смерти продавца автомагазина, а через Харьков из Москвы пытались везти нелегально крокодила. Подробнее об этом поговорим буквально через минуту. Попросил сигарету и забил до смерти. Продавец ему сделал замечание, он на них не отреагировал. В Богодухове задержали мужчину, которого подозревают в убийстве продавца автомагазина. У него бросали 23 аккумулятора и эти все удары приходились на его лицо. Жителям взорвавшегося дома не терпится вернуться домой. Хочется домой, конечно, ребёнок плачет, уже соскучился за игрушками. Тем временем строительные работы уже вышли на финишную прямую. Для нас очень важно, чтобы мы успели вовремя и в срок обеспечить возвращение домой жителей. Крокодил, но не гена. При просьбе открыть данный свёрток сначала появилась морда крокодила. Через украинскую границу пытались незаконно везти из Москвы южноамериканского Каймана. В характере вновь поступившего ещё трудно что-то сказать, потому что он перенёс переохлаждение, большой стресс. В Богодухове молодого парня задержали за жестокое убийство продавца автомагазина. Трагедия произошла в канун Рождества. Пьяный посетитель зашёл в помещение и попросил сигарету, но после отказа стал избивать продавца. Мужчина от побоев потерял сознание, но нападавшего это не остановило, и он стал забрасывать потерпевшего аккумуляторами. Трагедия произошла в этом автомагазине в центре Богодухова. Посетителей в тот день было немного, ведь на дворе канун Рождества. Внутрь зашёл мужчина, но интересовал его вовсе не товар. У продавца он попросил сигарету. Тот отказал, но реакция посетителя оказалась неадекватной. «Продавец ему сделал замечание, он на них не отреагировал. Начал наносить ему удары кулаками, после чего продавец упал. А потом преступник на него вывалил полку с аккумуляторами». Аккумуляторов на полке было очень много, рассказывает владелец магазина. А каждый из них весил около 20 килограммов. Мужчина предполагает, что обвиняемый намеренно бросал их в жертву. «С расстояния где-то 2,5-3 метров у него бросали 23 аккумулятора. И эти все удары приходились на его лицо, на голову, возле лица. То есть разбивались, это с силой бросалось. Это очень делалось жестоко». Подозреваемого правоохранителя нашли спустя два дня. Им оказался ранее судимый местный житель 26 лет. Он был пьян. Люди рассказывают, парень из неблагополучной семьи с детства отличался буйным характером. Погибший, наоборот, был человеком добрым и мягким. Он не то, что у него враги были, у него, наверное, даже он не мог ни с кем поссориться. То есть он глубоко порядочный, добрый человек был. А это нашелся один, даже слова не подберу, что сумел его лишить жизни. В мае погибшему должно было исполниться 50 лет. У мужчины осталась семья, жена и двое взрослых сыновей. Преступник находится в следственном изоляторе Богодухова. Свою вину он полностью признает. И согласно санкции статьи Уголовного кодекса за умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы. Перед Новым годом из больницы после операции сбежал арестант. Его поймали в центре Харькова. Об этом и в других событиях минувших дней вкратце в нашем дайджесте. В центре Харькова задержали сбежавшего перед Новым годом арестанта. Юрий Чечин попал за решетку летом минувшего года. Мужчину обвиняют в мошенничестве и подделке документов. В декабре его перевезли из СИЗО во вторую городскую больницу. Там заключенному сделали операцию. А уже на следующий день арестант сбежал. Сейчас мужчину уже вернули обратно. За побег ему грозит до 5 лет тюрьмы. Понести наказание могут и сотрудники СИЗО, которые не уследили за арестантом. Их действия проверяют прокуратуре. За потасовку с футбольными фанатами, которая произошла в середине декабря, правоохранители могут сесть в тюрьму. Тогда около 500 человек прошли маршем от станции метро «Спортивное» к зданию оба управления милиции. Активисты требовали освободить семью Павличенко. В Киеве отца и сына осудили за убийство столичного суди. Под стенами областного УВД болельщики устроили пикет, который перерос в драку с правоохранителями. Теперь действия стражей порядка проверяют в прокуратуре. Туда на милиционеров пожаловались три участника акции. Правоохранителям грозит до восьми лет тюрьмы. В Харькове разоблачили швейный цех с нелегальными работниками и зарплатами в конвертах. Налоговики проверили сеть интернет-магазинов верхней женской одежды и выяснили, предприниматели экономили на налогах более двух миллионов гривен в год. В налоговую службу они подавали отчеты с заниженными цифрами, а реальные объемы производства и продажи одежды оказались в два раза выше указанных в документах. Кроме того, швей получали зарплату без бухгалтерского учета, а половина сотрудников и вовсе не была трудоустроена официально. На Харьковщине новый случай взрыва газа в квартире. В поселке Ковшаровка Купенского района чудом обошлось без жертв. В канун сочельника житель одной из квартир в пятиэтажке оставил без присмотра чайник на газовой плите. Вода закипела и пролилась на печь, залив комфорки. В результате произошел взрыв. Хозяин квартиры был в другой комнате и не пострадал, на кухне лишь вылетели стекла. Несущие конструкции дома затронуты не были, так что отселять жильцов не пришлось. А вот жильцы дома по Московскому проспекту, где в декабре прогремел взрыв, начали заселяться в свои квартиры. Восстановительные работы там вышли на финишную прямую. Правда, в гостиницах еще остаются жители квартир, расположенных возле эпицентра взрыва. В их жилищах все еще идет ремонт. Что же касается девочки, которая чудом осталась жива, она идет на поправку и уже через пару недель, говорят медики, ее можно будет выписать из больницы. Со дня взрыва в этом доме прошел уже месяц. Каждый день сюда приходят жильцы, смотрят, как продвигается ремонт. Лишь немногим из них разрешили въехать обратно. Но тем, чьи квартиры находятся близко с эпицентром взрыва, все еще приходится жить в гостинице. Хочется домой, конечно, ребенок плачет, уже соскучился за игрушками. Вообще приезжает сюда и для нее все это как просится домой. Кроме жильцов, едва ли не ежедневно к взорвавшемуся дому приезжают и чиновники, контролируют, чтобы восстановление шло по плану. Ведь людям обещали управиться до конца января. В течение месяца здесь установили новые лифты, сделали ремонт в подъезде. На лестничных клетках современные двери и светильники проложили 20 километров новых проводов. В квартирах новые рамы, балконные и входные двери, потолки и батареи. Обещают даже новые газовые плиты поставить. На 9, 10 и 11 этаже все работы по усилению каркаса закончены. И на сегодняшний день ведутся делочные работы, которые будут закончены в 25-м часу. Мы сейчас работаем по крупным узлам, потому что для нас очень важно, чтобы мы успели вовремя и в срок обеспечить возвращение домой жителей. А все остальное, то, что касается таких, знаете, довести, чтобы хорошо открывалась или закрывалась дверь, не скрипела дверь, я думаю, мы с этим справимся уже на 5+. К концу января обещают управиться не только чиновники. Правоохранители к этому времени намерены передать дело в суд. Ведь по факту случившегося в прокуратуре было начато уголовное производство. Сейчас в деле один подозреваемый – это глава семьи. Именно он принес в квартиру газовый баллон. Допрошенный признает свою вину, раскаивается в содеянном Ленинским районным судом, избранное в отношении последнего меру пресечения в виде личного обязательства. Однако понести наказание может не только отец семейства Сургай. Почти все ее члены, кроме 13-летней Кристины, погибли при взрыве. В Госпромнадзоре провели проверку и установили, что баллон был заправлен неправильно. Из-за этого произошла утечка и последующий взрыв. Сейчас проверяется заправка, где наполняли баллон. Еще идут экспертизы. А вот сама девочка Кристина Сургай уже идет на поправку. И через пару недель тоже сможет вернуться домой. Она сама ест и ходит по палате. Кристине сделали три операции по пересадке кожи. Но врачи не исключают, что понадобится еще одна. После выписки девочке потребуется долгий период реабилитации в поликлинике и санаториях. Больше всего у Кристины обожжены руки. Пальцы и суставы ей придется разрабатывать при помощи лечебной физкультуры. Ведет она себя очень стоически, очень мужественно. Сама ест, встает, пытается ходить. Мы помогаем. Папа дежурит возле нее. Все, что необходимо, она получает. Если других подозреваемых в деле правоохранителя не найдут, то отца Кристины будут судить. Согласно санкции статьи Уголовного кодекса, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Предъявят ли обвинения сотрудникам заправки, которые неправильно наполнили газовый баллон, станет известно в конце января. На Салтовке двое неизвестных в масках ограбили автозаправку, а Юлия Тимошенко привлекает внимание общественности очередным актом неповиновения. Об этом поговорим во второй части программы. В Харькове ограбили автозаправочную станцию, но известно об этом стало спустя неделю. А вы что, такого быть не может. Это все вранье? Нет, конечно. На АЗС долго отпирались, но все же признались, что ЧП было. Очередная акция для привлечения внимания. Мое глубокое убеждение, что акт неповиновения, это является капризом Юлии Владимировны. Юлия Тимошенко отказывается питаться и заходить в свою палату. Через украинскую границу пытались незаконно ввести из Москвы южноамериканского каймана. В характере вновь поступившего еще трудно что-то сказать, потому что он перенес переохлаждение, большой стресс. Сейчас крокодил живет в Харьковском зоопарке. В московском районе Харькова ограбили автозаправку. ЧП произошло еще в прошлый вторник, но известно об этом стало только сейчас. На АЗС грабители ворвались ночью и забрали выручку из кассы. Сотрудники не пострадали. Но почему ни в милиции, ни на самой заправке, о случившемся не хотят говорить, далее в сюжете. Эта заправка находится в районе Моисеевского моста. О том, что ее ограбили, еще в прошлый вторник стало известно лишь на днях. Информацию об этом обнародовал народный депутат на своей странице в соцсетях. По мнению нардепа, сотрудники правоохранительных органов умышленно замалчивают о случившемся. В стране продолжают вбивать, грабить, резать, подрывать, палить и гвалтовать. Как и обещал, продолжают информировать общество о наибольшие резонансные нерозкрытие злочин последнего месяца, про большинство которых МВС пытается молчать, как российские партизаны. Журналисты программы «За чертой» решили выяснить, где же правда. Приехали на заправку, однако здесь об ограблении тоже молчат. Точнее, вовсе отрицают, что сюда наведывались грабители. Сотрудники АЗС вовсе говорят, об инциденте слышат впервые. Но АЗС действительно ограбили. Эту информацию по телефону журналистам программы «За чертой» подтверждает пресс-секретарь компании, которой принадлежит сеть этих заправок. Подробностей там не раскрывают, дескать, это помешает следствию. Говорят только, что помещение заправки охраняется, там стоит пульт государственной службы охраны. Но ясно, что люди перекрываются, это неприятная ситуация. Ни в милиции, ни в прокуратуре комментировать произошедшее на камеру не желают, пока преступление не раскрыто. Правда, подтверждают, около трех часов ночи на АЗС действительно ворвались вдвое в масках. Угрожая девушке-кассиру обрезом охотничьего ружья и электрошокером, забрали всю выручку 20 тысяч гривен и скрылись. Правоохранительные структуры открыли уголовное производство по статье «Разбой». Грабителям, согласно санкции статьи, грозит до 12 лет тюрьмы. С начала этого года внимание общественности снова приковано к главной заключенной нашего города. Юлия Тимошенко объявила очередной протест. Экс-премьер отказывается заходить в свою палату и ни одну ночь провела, сидя в больничном коридоре. Как уверяет адвокат осужденной, все это время Тимошенко не спала. Таким образом, ВИП-заключенная пытается добиться отмены круглосуточного видеонаблюдения, которое установлено в ее палате. Это письмо в начале года Юлия Тимошенко адресовала президенту Виктору Януковичу. В документе экс-премьер заявляет, что больше не собирается участвовать в судебном процессе и не признает ни судов, ни прокуроров подконтрольных власти. Осужденная объявила новую акцию «Неповиновение». В знак протеста Тимошенко не собирается подчиняться и тюремным порядкам, потому что осужденная себя не считает, говорит адвокат. Она отказывается заходить в свою палату. Последней каплей, дескать, стало постоянное видеонаблюдение, поясняет защитник. Мое глубокое убеждение, что акт «Неповиновение» является капризом Юлии Владимировны, который направлен на формирование ошибочного общественного мнения о том, что якобы имели место нарушения права Юлии Владимировны. В прокуратуре уверены, благодаря своим протестам Тимошенко пытается добиться послабления режима отбывания наказания и подольше задержаться в больнице. Вместе с тем, пока с заключенной ведут переговоры, хотя по закону за нарушение дисциплины могут и наказать. Задайте себе вопрос, есть ли такой осужденный в нашем государстве или в европейской стране, который отбывает наказание и находится 8 месяцев в больнице, и вокруг него его опекают более 10 сотрудников пенитенциарной службы. За последние дни, говорят в пенитенциарной службе, экс-премьер не раз пыталась спровоцировать конфликт. То на яд в косметике жаловалась, то на повышенный уровень радиации в палате, то на опасный блютуз. Якобы после его использования у Тимошенко появилась рана на мочке уха. Но ни одна экспертиза не выявила угроз для здоровья ВИП-заключенной. Органы прокуратуры, как органы пенитенциарной службы и медработники заинтересованы в том, чтобы Юлия Владимировна была здорова. От лечения еды Тимошенко не отказывается, говорят врачи. Последние дни она находится в бытовой комнате, где есть топчан и санузел. Надолго ли затянется протест, защита экс-премьера сказать не может, но уверяет, настроена она решительно. Тем временем, заявляют адвокаты, ее состояние снова ухудшилось. Усилился болевой синдром и боли в спине. Возвращаться в палату она не собирается, пока оттуда не уберут круглосуточную охрану и камеры. Тем более, что за мониторами видеонаблюдения в ЦКБ следят не только женщины. По словам адвоката, охранник мужчина тоже могут видеть все, что делает Тимошенко в палате, а это незаконно. Сегодня на моих очах неодноразово начальник караулу человечной статей заходил в комнату с мониторами и выходил. Вона абсолютно четко заявила, что я видел по ней, что если последним временем она могла сидеть больше-менее и не изменять стан спины, то сейчас абсолютно четко видно, что ей болит. Накануне в СМИ появилась информация, что руководство Качановской колонии якобы согласилось снять наблюдение за осужденной. Но пенитенциарии заявляют, ложное заявление от имени руководства колонии распространили нардепы, сторонники Тимошенко, в целях политического давления. В колонии настаивают видеокамеры, в палате экс-премьера установлены законно. А вот в душевой кабине, туалете и комнате для свиданий видеонаблюдения нет. Тимошенко имеет статус осуждённый и на него распространяются законные требования, такие как остальным осуждённым. Видеонаблюдение, которое установлено, оно соответствует украинскому законодательству, международным стандартам. И всё, что происходит опять, продолжает происходить, это всё направлено на то, чтобы подготовить общественное мнение, что нарушаются её права со стороны пенитенциарной службы. Возвращаться в свою палату Тимошенко по-прежнему отказывается. Правда, возобновить медицинские процедуры всё же согласилась. Милиция разыскивает без вести пропавшую Анастасию Дегтярёву. 14 января после обеда девочка ушла из дому и по сей день не вернулась. На вид ей 14-15 лет, рост 1,5 метра, волосы светло-коричневые, лицо овальное, глаза карии, телосложение худощавое. В день исчезновения была одета в короткую фиолетовую куртку, тёмно-синие джинсы, серо-чёрную кофту и чёрные кожаные ботинки. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки, просьба сообщить по телефонам, которые есть на экране. Милиция разыскивает подозреваемого в совершении опасного преступления. Фрунзенский райотдел милиции сообщает, мужчине на вид 25-30 лет, рост около 185 сантиметров. Был одет в чёрный спортивный костюм с белыми полосами на рукавах, а бут в чёрные кроссовки тоже с белыми полосками. Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить по телефонам, которые есть на экране. В Харьковском зоопарке появился новый обитатель – крокодил Кузя. Правда, живёт он там пока в качестве квартиранта. Южноамериканского Каймана пытались незаконно перевезти через границу и без документов. Семья украинцев, которая возвращалась с заработков из Москвы, домашнего любимца везла в спортивной сумке. Сотрудники международного пункта Коптовка экзотического зверя изъяли. Останется ли крокодил жить в зоопарке – решит суд. Крокодил Кузя путешествовал из Москвы в Крым, вот в этой спортивной сумке, однако на границе не прошёл таможенный контроль. У хозяев экзотического животного разрешительных документов на южноамериканского Каймана не оказалось. Ещё шесть лет назад они купили его в Москве. Там украинцы временно работали. В одной из сумок на заднем сидении, среди других личных вещей, среди чемоданов, сумок с личными вещами, была открыта спортивная сумка чёрного цвета, в которой увидели некий свёрток из тканей, из пледа, простыни. При просьбе открыть данный свёрток сначала появилась морда крокодила, а потом уже увидели само это существо длиной приблизительно 85 сантиметров. Любимца семьи таможенники конфисковали и отправили в Харьковский зоопарк. Здесь, говорят, животное попало к ним в критическом состоянии. Это несчастное животное, когда привезли в зоопарк, оно было переохлаждено. Его температура не превышала 10-15 градусов. И, конечно же, оно не двигалось. Рот был замотан скотчем. То есть, это животное было в ужасном состоянии. В дикой природе эта порода крокодилов достигает более двух метров в длину. В свои шесть лет Кузя вырос всего лишь на метр. Причина, говорят в зоопарке, неправильное кормление. Хозяин давал еду своему любимцу всего несколько раз в неделю, чтобы животное в неволе было маленьким и поместилось в аквариум для обычных рыб. Пол крокодила в зоопарке еще не определили. Определить сейчас с точностью пол этого животного мы пока не можем. Потому что оно должно прийти в себя, когда оно будет хорошо кушать, когда оно согреется. Тогда у него начинает, можно будет прощупать половые органы. Потому что, когда животное замерзшее, это невозможно сделать. И когда оно, в принципе, не интересуется другим полом. Сейчас Кузя находится на карантине. У каймана взяли анализы на паразитов. Результаты получат через 20 дней. Угрозы для жизнеприсмыкающегося в зоопарке не видят. Мы посадили в теплое, хорошее помещение. И постепенно, когда он залез в воду, добавляли теплую воду, чтобы сразу резкого не было скачка. В характере вновь поступившего еще трудно что-то сказать, потому что он перенес переохлаждение, большой стресс. И как бы сейчас трудно говорить. Останется ли крокодил в Харьковском зоопарке, пока неизвестно. Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил. Дальнейшую судьбу аллигатора решит суд. Служители Фемиды могут вернуть животное хозяину или оставить государству. Однако штраф в размере 100% стоимости каймана любителю экзотики все же придется заплатить. Своего любимца хозяин оценил в 4000 гривен. Но только этим наказанием здесь может не обойтись, если суд признает, что любитель животных обращался с крокодилом жестоко, мужчину отправят на исправительные работы или крупно оштрафуют. Такими были самые яркие события последних дней. Это была программа «За чертой». Смотрите нас каждый четверг в 8 вечера, а также в пятницу днем и в воскресенье ночью. Я же прощаюсь с вами до следующей недели. Берегите себя и своих близких. Абсолютная недоторканность.